купил я как-то 2015 году жесткий диск на 1 терабайта gate в китае там было два производителя малайзии китай я все-таки решил взять малайзию по по описанию говорят в комментариях берите именно малайзию да ни в коем случае не берите китай ну-ка я пришел не было малайзии хотя заказал малайзию был только китай мне его выдали и собственно диск проработал где-то полгода и после чего как его понесло вот до сих пор только видите прогружает система очень не быстро работал вот вот видите да загрузка просто чтобы зайти на жесткий диск ладно друзья я решил не мучиться и собственно купил другой предмет мучений smart buy да ssd диск на 64 гигабайта уже него поставлю значит windows естественно это будет не десятка как вы видите 8.1 естественно это была десятка так что бесплатной версии быстро надо поставить я сейчас буду ставить именно восьмерку а потом на нее 81 накатывать собственно так что что я вам хочу сказать час будем тестировать смотреть и посмотрим как все это будет устанавливаться так что поехали друзья распаковываем ломбочка стоит ну что ж у меня в ssd диске от intel а была еще крышечка такая вот для установки до куда надо было прикручивать сам ssd диск были винты было еще что-то наклеечки были тут ничего нет ну ничего в так устанавливать все-таки это бюджетный я его в частности купил за две пятьсот сорок рублей 2 540 рублей сейчас заходим bios делаем на первом месте будет option 1 наш ssd диск делаем save and exit сохраняем ждем пока запустится установщик windows 8 и и и и и Windows 8 тут необязательно беспокоиться по поводу того, что Windows будет шпионить и используем стандартные параметры ну а далее значит зарегистрировать вход без учетной записи мои кроссовки выбираем вот и локальная учетная запись тут пишем имя пользователей так ну а пароль не ставим нажимаем далее готово прошло буквально несколько минут после того как мы начали устанавливать так как у нас ssd диск все готово давайте посмотрим сколько занимает наш диск на прошу прощения сколько занимает наш windows на диске c и видим что 45 свободно из 59 да то есть 15 гигабайт примерно занимает наша операционная система windows 8 мы сейчас будем обновлять ее до windows 8.1 плюс обновление ну соответственно потом мы конечно будем чистить опять же но вот такие вот результаты и сейчас будем обновляться и тогда и ставить антивирус кнопку пуск и так далее и тому подобное так далее склачиваю classic shell вот собственно здесь набираю classic shell это кнопочка пуску что windows 8 кнопочка пусть не нужна но и 8.1 она тоже понадобится чтобы простить нашу работу собственно набираю classic shell до после чего захожу нажимаю download ну и собственно после чего запускаю принимаю условия нажимаю далее да и устанавливаю сейчас сразу же будем добываться нашей замечательной кнопочкой далее значит скачать geforce теперь он зашел на официальный сайт geforce вот он собственно и сразу же скачиваю вот здесь нажимаю скачать geforce experience чтобы не программа скачал все последние драйвера и так далее для nvidia да собственно далее ну я лично не нравится яндекс браузер я его тоже скачиваю так принять счастье нет вот это убираю галочку нажимаю тоже скачать да так запуск ну и так далее загрузить и установить так скачал geforce experience выполняю и так как нас у нас ssd у нас все должно быть быстро и поэтому сейчас смотрим как у нас все должно быстро запуститься быстро загрузиться так далее и тому подобное принимаю продолжить вот насколько же все быстрее чем убиты у меня с жесткий диск сколько же быстрее этот ssd диск работает просто удивительно загружаю сразу же обновление что же geforce experience установился запускаю вхожу через учетную запись и собственно пользуюсь сразу же начинает у меня закачиваться последний драйвер видите разрешение не на полную сейчас и собственно загружается драйвер и сейчас разрешение у меня будет нормально и так далее и тому подобное но вот а здесь у нас необходим компонент для яндекс браузера продолжает устанавливать собственно появилась кнопочка пуск как видите да и собственно выбираю стиль что это windows 7 вполне мне устраивает кнопочка вот такая пуск да все мне устраивает и теперь смело пользуемся всем этим так вот все сворачиваем попробуем сейчас изменить разрешение экрана да может его уже можно поменять нет еще нельзя но хотя бы чуть-чуть получше сделать разрешение можно да собственно когда сейчас качаются драйвера на видеокарту все будет намного лучше драйвера на видеокарту установить загрузились теперь экспресс установка включаем и сейчас все быстро опять установится так устанавливаем до устанавливаем яндекс браузер а для того чтобы обновиться до так это у нас драйвера на nvidia для того чтобы обновиться до windows 8.1 заходим правый нижний угол кнопочка пуск потом магазин и как видите слева сразу у нас нам предлагают обновиться до windows 8.1 требуется обновление вы сможете получить windows 8.1 только после установки последних обновлений из центра обновления минус ну собственно это нам придется делать никуда не деться так для того чтобы скачать все обновления правой кнопкой на вот этот флажочек открыть центр обновления и собственно значит выбираем значит смотрим доступных обновлений вот у нас есть важное обновление все устанавливаем да и не обязательно кстати d-link это я считаю обязательным это тоже кстати тоже нажимаю установить и все это будет закачивать сейчас и устанавливаться